Третий год пионеры из Союза «Сияющие звезды» и старшеклассники из Союза «Статус» готовят для саровчан мероприятие к 9 мая. Задумывалось это все как проект «75 лет победы», но переросло в рамки юбилейного года. У нас на протяжении этих всех лет дополнялись. Начали мы по-скромному, а сейчас уже к 20-му году мы можем говорить о том, что это несколько проектных линий. Конкурс рисунков памяти поколений. И на основании этих рисунков создаются открытки, которые потом вручаются ветеранам Великой Отечественной войны. Делаются баннеры для оформления города нашего. Есть фестиваль видеороликов, когда ребята записывают стихи о войне и выкладывают их в соцсети. Всего пионеры сняли 20 роликов с военной поэзией. Видеооткрытки со стихами ребята подготовят и к следующему 9 мая. Но в этот раз они хотят привлечь к этому как можно больше людей. Поэтому к 76-й годовщине победы планируют провести конкурс среди педагогов, учеников и родителей Сарова. Читать можно стихи, прозу или фронтовые письма. Видеооткрытки появятся в соцсетях и городских СМИ накануне праздника, в конце апреля-начале мая. А в День Победы их покажут на мониторах в торговых центрах города. Я предлагаю к этому дню, к 9 мая, сделать 76 роликов стихи и прозы о войне. И чтобы в этих роликах участвовали в съемках дети, любые с 1 по 11 класс, родители, любые желающие и учителя, любые. Проект «75 лет победы» оценили на всероссийском конкурсе «Растим гражданина». Он вошел в число 25 лучших работ в номинации «Деятельность общественных объединений». Воспитанники детского дома творчества уже работают над планом новых мероприятий для проекта. Своё название в 2021 году он сменит. Теперь это память о победе. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.